ТЕЛЕАРТЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Поздравляю тебя, Альберто. Добро пожаловать. Спасибо. Говорите. Говорите, я слушаю. Говорите. 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 Кто звонил? Не знаю, прервалось. Меня разбудил телефон. Не знаешь, где брат? Понятия не имею. Что с тобой, доченька? Ты странная. Что с тобой? Ничего, просто не спится. А я с ног валюсь. Но сделаю тебе отвара, и ты заснешь. Я тебя ненавижу. Клянусь, ненавижу. Богатые и знаменитые. Богатые и знаменитые. А я с моим... Меня очень слабёдно. Не забывай. А я точно не знаю... На сцене. Герардо Гальвана. Нужна ответа на правда. В ролях Антонио Бримау, Норберто Диас, Джессика Шульц, Грессия Лапаль, Карина Бузеки, Лорена Паола и другие. Музыкальное оформление Элли Урисо. 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 Что тебе рассказывать? Ну, я же знаю, что тебе есть, что мне рассказать. Что-то важное. Этот вчерашний телефонный звонок. Кажется, я влюбилась. Это же прекрасно. Я его увидела, и он меня сразил. А кто он? В этом-то все и дело. Не понимаю. Дело в парне? Это Диего Солерно. Сын Лусьяно? Да. На дне рождения, между вами, что-то было? В чем дело сейчас? Что-то случилось? У него есть невеста, Сабрина. А я этого не знала. Я не могла ее предать, понимаешь? Но это еще не все. Я ему влепила пощечину. Что? Да, врезала, потому что он мне не сказал, что у него есть невеста. А тренинг говорит, что я это сделала просто потому, чтобы не поцеловать его. Но очень хорошо, что ты не предаешь подругу и не позволяешь себя обмануть. Доченька, я всегда буду на твоей стороне. Но помни, даже если очень любишь, не позволяй, чтобы он врал. А сейчас ты просто злишься. Ты знаешь, мама, здесь кажется не только злость. Мне нужна еще одна ваша подпись, господин управляющий. На сегодня уже последняя. Но расслабляться не будем. Завтра опять трудоеправедные. Но сейвер видел эти документы? Видел. Подписывайте спокойно. Здесь все в порядке. Прекрасно. Если что, я у себя. Да вы здесь все ворюги! Что это? У нас такое случается. Есть проблемы. Значит, их надо решать. Естественно. И Солерна уже сказала по телевидению, что вкладчики могут совершенно спокойно забрать свои деньги. Я все же посмотрю, что там происходит. Доченька, что случилось? В чем дело? Пап. Диэну и Валерия меня обманули. Что-то кончилось с ее появлением. Что-то сломалось. Я ее ненавижу, папочка, ненавижу. Ну зачем так, Сабрина? Давай-ка лучше подумай. Не надо ни о чем думать. Я просто ненавижу ее, понимаешь это? Ну ты же сама пригласил ее на день рождения Диего. Спасибо за напоминание. Ты хочешь, чтобы я и себя возненавидела? Ну что ты, доченька. Дай я тебя поцелую. Брось. Какие тут поцелуи? Оставь. Да, я ее пригласила. И все шло хорошо. Пока они не познакомились. Я бы ее убила, папа. Удушила бы своими руками. Клянусь тебе. Это у вас заложил свое имущество Гарсио Мендес? Дайте ему, пожалуйста, срок в три месяца. Ну конечно, под моей гарантией. Благодарю вас. Спасибо. Как дела? Все в порядке? Все нормально. Это аванс. Когда приступаем к делу? Пока не знаю. Здесь все данные? Нет. Есть много других. Но нужно время, чтобы их достать. И сколько времени вам для этого потребуется? Не знаю. Там куча документов. Надо разобраться. Дайте мне несколько дней. Думаю, я успею все сделать. Хорошо. Ну, я пошел. Не надо, чтобы нас видели вместе. Пока. Альберто? Я думал, вы уже ушли. Собирались. Но пришлось немного задержаться. Так, кстати, об ипотеке. Я туда позвонил, и они дают тебе трехмесячный срок. Как? Я не совсем понимаю. За этот срок ты что-нибудь придумаешь? Ну, мы же друзья, партнеры. Дело сделано. Ну, мы же в одной лодке. Лусяна, мне остается только поблагодарить тебя. Только это тебе и остается. Больше ничего не надо. Хотя ты можешь сделать одну вещь. Какую? Принести сигары. Я просто обожаю выкурить хорошую сигару. Пусть не ужина с хорошим другом. Конечно, о чем речь? Приходите пораньше, чтобы можно было поговорить. Хорошо, спасибо. Пока. Он меня беспокоит. Я тут узнал, что он лично помог одному вкладчику вернуть свои деньги. Нужно сделать все побыстрее, пока нас не накрыли. А Гарсия Мендес, это как раз то, что нам сейчас нужно. Марта, дорогая. Иду, милый. Как дела? Отлично. Только ты присядь, присядь. У меня для тебя прекрасная новость. Что ты говоришь? Рассказывай скорее. Салерно продлил мне залог по ипотеке на три месяца. Правда? Да. Он с ними связался и взял на себя гарантии. И выступил нашим гарантом. Так что у нас еще три месяца, чтобы все выкупить. Это чудесно, милый. Я о таком и не мечтала. Папа. Да? Ты читал сегодня газету? Там заметка о приеме Салерно. Маленькая такая, но в полицейской хронике. Нашли тело Гектора Монтальва. А у него в этом банке было много денег. Да, я прочитал, но там ничего не объясняется. Об этом говорят. Говорят. И это главное. Не надо все же преувеличивать, сынок. У банка есть, конечно, проблемы, но все можно уладить. Полагаю, для этого меня и назначили управляющим. Ну, конечно же. Ты у нас супермен. Не смей так говорить с отцом. Папа. Папа, я тебе желаю всяческих успехов на этом поприще. Честно, желаю. Но все же я тебе скажу, я не верю в этот банк. Мне не хотелось бы, чтобы в один прекрасный день они тебя замарали. То я у тебя супермен, то абсолютный дурак. Да дело вовсе не в этом. Я просто хочу уберечь тебя. Салерно мне совсем не нравится, отец. Банк возглавляю теперь я. И, наверное, меня назначили для того, чтобы выправить положение, а не для того, чтобы ухудшить его. Мне не нравится Салерно. Не нравится. И его Сан-Диего тоже не нравится. Вся эта семейка не нравится. С ними надо быть поосторожней. Не надо, Марта. Не надо. Такой у него характер. Не волнуйся, он просто беспокоится обо мне. Вот и все. Идем, пора собираться. Неудобно опаздывать на званый ужин. Пошли. Тебе сделать кофе. Хочешь? Нет. Не надо, спасибо. Сегодня годовщина смерти мамы. Да. Поэтому ты грустишь? Да, немного. Не забывай, она все еще любит тебя. И ты ее любишь тоже. Думай об этом. Да, он дома. Спасибо. Да? Да, как дела, Тико? Да я тебе звоню, чтобы напомнить, что завтра в три у нас игра. Ты не забыл? Нет, нет, завтра в три я не смогу. В полпятого у меня занятие. Да успеешь, времени достаточно. Сиграем пару партий, а потом я тебя подвезу. Хорошо, хорошо, Тико, я приду. Хорошо. Не подведи. Пока. Договорились, пока. Девочки? Да нет, просто друзья. А Валерия, ты с ней говорил? Нет. А почему ты спрашиваешь? Да так. Ты что-то давно с ней не общался, и это мне показалось странным. В жизни столько всего странного. А ты почему-то обращаешь внимание на такие мелочи? Молодец. Хорошо ответил. Что с тобой, Диего? Ты куда? С кем ты говорил? С Диего. Он стал каким-то странным. Ты на него не дальше? Да нет, не говори глупостей. Переоденься, уже пора, скоро будут гости. Ну, я уже готова? Нет, не хватает сережек. Сейчас надену. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Значит, ты казначей благотворительного общества? Да. Как интересно. Мы собираем деньги для школ. Это приятное занятие. Я вовсе не святая. Просто мне нравится заниматься этим. У тебя прекрасный дом. Но ни одной картины я тебе отсюда не подарю. И не проси. Сколько лет вы женаты с Лусьяно? Да мы с ним и не женаты. Но уже 15 лет живем вместе. Так что, как бы уже и женаты. Мы с ним прекрасная пара. И проблемы у нас тоже прекрасные. Но, честно говоря, чего-то все же не хватает. Ребенка бы нам завести. Обещанные сигары. Оставим на потом. Спасибо. Скажи тебе честно, какая прелесть. Повезло же мне. Ну, что ты. Я ведь эти сигары уже столько лет не курил. Где ты их достал? Да, входите. Стол накрыт, сеньора Лусьяно. Спасибо, Ольга. Сейчас идем. За нас. За нашу дружбу. И за тебя, милый. Я знал, что ты это скажешь. Ты, кажется, уже чуточку перебрал. Глазки заблестели. Я же тебя знаю, Альберто. Если он опоздает в банк, знай почему. Сам боюсь опоздать. Честно говоря, я тоже уже немного перебрал. Давно не видела тебя таким счастливым. Сабрина, извини, можно тебя на минуточку? Нет. Знаешь почему? Мы дружили. Я верила тебе. А теперь мне противно говорить с тобой. Я заранее знала. Ну, зачем ты так? Ты будешь извиняться, а мне не нужны твои изменения. Сабрина, я все тебе объясню. Видишь, как все обернулось? Знаешь, что нужно сделать? Пойди к Диего и поцелуй его прямо в губы. Да ты что, с ума сошла? Почему? Она же обвинила тебя в предательстве. Не кричи, пожалуйста. Я никого не предавала. А Диего я и видеть не хочу. Из-за него у меня одни неприятности. Хорошо. Валя, после занятий мы собираемся поиграть в кегли. Пошли с нами. Поиграем, поболтаем. Пошли. Ну, даже не знаю. Я потом тебе скажу. Потом не надо. Соглашайся сразу. Ну, ладно, пойду. Умница. Диего, уже половина одиннадцатого. Ты вставать не собираешься? Собираюсь сейчас. Как вчера погуляли? Отлично. Пару часов пришлось смеяться сквозь зубы. Ну, что ты говоришь? Они ведь довольно милые люди. Да. Что с тобой происходит? Ты такой странный. Годовщина смерти мамы. Думаю об этом. Только об этом. А этого мало? Да нет, я не об этом. Здесь еще что-то есть, верно? Нет. А может, может, здесь женщина? Страдание любви? Угадала. Ты говорил с Диего? Да, он сказал, что придет. А ты говорила с Валерией? Говорила. После занятий зайдем переодеться и потом на кегли. Ну, ладно, мне пора. А то он придет, а меня там нет. Давай. Пока. Да, да, я согласен. До свидания. Входите. Прошу прощения, вы очень заняты? Да, но вы ведь по делу? Конечно, по делу. Сейвер, что-то нужно подписать? Да, подписать. Ну, давайте. Внизу. Слева. Ты занят? Да нет, проходи. Как поживаешь? Честно говоря, не очень. Что-нибудь случилось? Я узнала, что Диего собирается тайком встретиться с Валерией. И у меня такое впечатление, что не с лучшими намерениями. Извини меня за такую откровенность. Да нет, ничего. Продолжай, рассказывай. Значит, ты говоришь, что у них будет встреча? Да. И думаю, ты должен знать об этом. Да, да. Я знаю, что ты не любишь семейство Солерну. И правильно делаешь. Честно говоря, меня не очень обрадовала эта их встреча. Меня тоже. Все дело в том, что я не знаю, как ее предотвратить. Понимаешь? А я, кажется, знаю. Ну, ладно. Мне пора. У меня еще куча дел. Ты знаешь, мы могли бы как-нибудь встретиться. Давай. Давай сходим куда-нибудь. Можно. Согласен? Конечно, давай сходим. Ну, вот и хорошо. Кстати, а когда они встречаются? А что это, ребята не идут? Да, должно уже прийти. Наверное, где-то на подходе. Привет! А где девочки? Что-то их здесь не видно. Где они могут быть? Зато посмотри, кто сюда пришел. Диего? Да, я и сама вижу, что это Диего. Это ты все подстроила? Ну, что ты? Давай присядем. Ни за что. Я пошла. Подожди. Валя, Валя. Тихо, это ты устроила мне встречу с Валерией. Зря ты все это сделал. Зря. Да подожди ты. Отстань. Я же это ради тебя сделала и ради Диего. Валерия. Ты уже второй раз меня обманываешь. Я об этом ничего не знал. Я ни одному слову твоему не верю. Пусти меня. Я об этом ничего не знал. Пусти ее. Не трогай мою сестру. Что ты делаешь? Отойди. В следующий раз получишь еще больше. Отойди от моей сестры. Прости меня. Ради Бога. Это я виновата. Прости меня, пожалуйста. Не надо было этого делать. Ты же видела? Алгустин совсем взбесился. Я ведь не знала, что такое может случиться. Я поняла, что вы с Диего любите друг друга. И хотела вам помочь. Тем более после того, как Диего поссорился с Сабриной. Он ее не любит. Пойми, это она ему не нужна. Ты в этом уверена? Абсолютно. Все, хватит, Тико. Ничего страшного. Я не знал. В сводни тебе больше не быть. Плохо это у тебя получается. Все. Извини меня. Хватит, а не то я тебя побью. Не надо. Вот невезуха. Теперь ты меня за это всю жизнь пилить будешь. Это надо же. Ну, как ты? Занятия тебе идти не надо. Давай я провожу тебя домой. Нет, не надо. Иди, мне нужно побыть одному. Не надо, я же сказал. Иди, учись. Ну, не сердись. Не нужно. Сколько можно говорить? Ну, извини. Залимыча, больно? Клянусь тебе, я ничего не знал. Это Тико все подстроил. Я это знаю. Тико все подстроил. Я звонила туда. Они подтвердили трехмесячный срок. Сказали, чтобы мы не беспокоились. Лусяно взял на себя гарантии. Как благородно с его стороны, правда? Значит, когда я тебе это сказал, ты мне не поверила. Поверила, но хотела все уточнить. Ну, ладно, ладно. Теперь ты успокоилась? Да. Я спокойна. А вот ты? Что с тобой? Не выспался? Что это такое? Ты же всегда так вкусно готовила. Не меняй, пожалуйста, тему разговора. Я тебя знаю. Ты ворочался всю ночь. Что с тобой? Что-нибудь в банке? Да нет. Я там еще не совсем освоился. На меня сразу столько всего свалилось. Что-то не так? Да нет, ну что ты. Но я там многого еще не понимаю, пока не разобрался во всем. Я ведь простой преподаватель. Прекрасный преподаватель. С цифрами я пока не в ладах, не освою. Но я обещаю тебе, я стану прекрасным банкиром. Такая возможность предоставляется не каждый день. Нельзя было ее терять. Иначе мы бы потеряли все. Пусти меня, не трогай. Валерия, послушай, ради бога. Кто там такой, ребята, что там у вас? А чего он лезет? Шагу без него ступить нельзя. Я ее защищаю, и вот она благодарна. А я не просила у тебя защиты. Спокойно успокойтесь и объясните, что произошло. Он ударил Диего. Кого? Какого Диего? Диего Солерна. Он был рядом со мной, а этот варвар налетел и ударил его. Он ее схватил и куда-то тащил. Не надо врать. Подождите. Почему ты его ударил, Августин? Мне не нравится этот тип. Почему тебе не нравится Диего Солерна? Да потому, что он Солерна. Он считает, что ему все позволено. Лишь потому, что его отец богат. А если есть куча денег, то можно делать все, что угодно. Да что ты о нем знаешь? Подожди, Валерия. Продолжи, Августин, мы тебя слушаем. Папа, он только что бросил свою невесту. Так же может бросить ее. Да заткнись ты. Помолчи, дочка. Дай ему высказаться. А когда мне дадут высказаться? Когда? Я что ли виновата, что он всегда один? Что никого у него нет? Чушь. Когда я выберу себе женщину, она станет моей женой, и я не стану бегать за каждой встречной. Ребята, ради бога, не надо ссориться, умоляю вас. Думаю, ты жестоко поступил с сестрой. Да и с Диего тоже. Мне он кажется славным парнем. Был моим студентом и никогда не хвастался богатством своего отца. Я это знаю, папа. Знаю, какого-то о нем мнения. И все ребята на факультете знают, что ты распускаешь перед ним слюни. Из-за его отца. Со мной нельзя так говорить. И ты прекрасно знаешь это. Когда-то это должно было случиться. Иди и извинись перед ним. Понял? Хочу я на вас посмотреть, когда он ее бросит, и она придет домой в слезах. Кто тебя так? На миг. Приятель. Ничего себе, приятель. Все, хватит. Пока нет. Сиди спокойно. Лед надо прикладывать сразу же. Сейчас уже ни к чему. Посиди, так еще. Нет, нет, не могу. Тороплюсь, пока. Я сделала апельсиновый сок. Выпей стаканчик. Не могу, не могу, не могу. Пока. Во что ты вляпался? Ты мне за все заплатишь, Солерна. За все. Доброе утро. Завтракать будете? Побегаю немного. Отец в саду с тренером по гимнастике. Я забегу туда потом. Пока. Вверх, вниз, вдох, выдох. Давайте, еще немножко. Еще немножко. Ты меня совсем замучила. Ну, немножко. И не надо жаловаться. Потихоньку. Да я не жалуюсь. Но ты меня точно загоняешь. Так прекрасно начинается утро. Давай ты попробуй. Нет, спасибо. Доброе утро. Как ваш ученик? Добрый день. Уже делает успехи. Может, на сегодня хватит? Всегда найдутся предлоги, чтобы уклониться. Конечно, ведь это моя специальность. Ну, ладно, пока. Пока. Кофе готов, сеньор. Отлично, спасибо. Позавтракаешь с нами? Нет, я уже позавтракал. Что с тобой? Смотри, не что твое засмотрелся. Везет же некоторым. Доброе утро. Доброе утро. Прекрасный сегодня день. Есть новости? Нужно перевести крупную сумму в Монтевидео. И в чем же дело? Да все ничего. Вот только Гарсия Мендес меня беспокоит. Что-то он нервничать стал. Нервничать? Войдите. Вызывали? Да, проходите, Север. Я тут кое в чем не могу разобраться. Может, вы мне это объясните? Мне нужно видеть ее. Нет, эти документы отнеси в мой кабинет, а остальные мы положим всей Салерно. Держи меня в курсе дела. Пока. До завтра. Что это за грустил? Ничего еще не случилось? Но может, и это надо предотвратить. О чем ты говоришь? Гарсия Мендеса мы никак не рискуем. Он у меня в кулаке. Он мне обязан жизнью. Не знаешь, что ли? Встал гол как сокол, и тут появляюсь я. И выручаю его. Спасаю его жизнь, его угодь, его брак. Хорошо, если это так. Это так. Ты столько лет со мной, а ничему не научился. Пусть волнуются другие, а мы будем спокойны. Горячиться не станем. Не станем. Не станем. Диего. Как дела? Хорошо. Что это с тобой? Подрался немного. Немного? И с кем ты подрался? С Агустином Гарсием Эндесом. С сыном Альберто? Да, папа, с сыном Альберто. И новый день. Ты уже проснулась, дорогая? Да, но страшно, болит голова. Ну, это дело поправимо. Отстань, не хочу. Тере, завтрак готов? Готов, конечно. Она меня волнует так же, как и в первый день. Ну, как это возможно? Разве такое возможно? Ну что, поехали к этому забияке Альберто Гарсием Эндесом. Чтобы не обращала внимания на своего брата, он скотина. Пусть послушает меня. Да, кто ее спрашивает? А, Виего? Это мама. Сейчас позову ее. Сейчас. Балерия? Тебя к телефону. Кто там? Виего. Салерно. Привет. Как дела? У меня все прекрасно. Мне страшно захотелось тебе позвонить. Сегодня ты мне приснилась. Нет, честно. Потом я вышел побегать, но все время думал о тебе. Хочу поговорить с тобой. Конечно же. Давай встретимся. Я хочу пригласить тебя вечером к себе. Придешь? Отлично. Да, знаю. Эта площадь совсем рядом. Ну, ладно, пока. 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 Что ты здесь делаешь? Себя слушаю. Нехорошо подслушивать. Какое тебе сделать, с кем я говорю? Никакого. Ну и что ты ко мне все время пристаешь? Мне сказали, что тебя изнасиловали. Кто тебе сказал такое? Не важно кто. Важно. Для меня это важно. Ты же должен отвечать за свои слова. Ребята, ради бога, не ссорьтесь. Да скажи ему, наконец, чтобы он не лез в мои дела. Мне надоело. Мама, я хотел спасти ее. Спасти ее? Рыцарь нашелся. Не смейся. Я не смеюсь. Да ты просто сумасшедший. Не трогай меня. Не приставай ко мне больше. Не лезь на жизнь. Не трогай меня. Ты совершенно сошел с ума. Привет. Привет. Пошли ко мне. Привет. Привет. Вот здесь, например, даты не совпадают. Но это всего лишь банковские задержки. Задержки? Я думал, нарушения. Ну что вы. Никоим образом. Такова механика. Мы всегда делаем так. Вы смотрели отчетность за предыдущие месяцы? Да. Значит, видели, что даты там совпадают. Да, кстати. Нужно, чтобы вы подписали вот этот документ. Еще один. Да. Войдите. Доброе утро. Как дела? Уже на посту, как всегда. Да, все вроде ничего. Вот пытаюсь во всем разобраться. Я ведь только начинаю постигать банковский механизм. Не стану вам мешать. Извини, я тут вчера просмотрел кое-что по балансу, но не потому, что не доверяю. Ну что ты? О чем речь? Не надо оправдываться. Об этом и говорить не стоит. Спокойно. Ты здесь управляющий. Тебе и карты в руки. Все в твоем распоряжении. Ты сервент лично говорил? Да, конечно. Ну, а теперь с ним поговорю я. Спасибо, Лусян. Понравилось, как сидит на мне платье? Отлично. В нем ты как Джульетта. А я и есть настоящая Джульетта. Мы с ней так похожи. Мне бы надо было родиться в 16 веке вместе с Ромео, кстати. Он у меня уже есть. Диего. Не надо об этом, ради Бога. Любовь у них закончилась трагедией. Оба погибли. Ну, во имя любви. И самая главная любовь. Не забывай о смерти. Ничего хорошего в ней нет. Ты права. А платье мне невелико? Нет. А по бокам? Нет. Ты знаешь, я так нервничаю. Боюсь забыть слова и опозориться перед всеми. Не волнуйся. Ты сто раз повторяла текст. Расскажи им. Мне очень хочется узнать обо всем. О чем тебе рассказать? Сама знаешь о чем. Мы с ним подружились. Как это подружились? Мы подружились и теперь будем встречаться чаще. А Аугустин? Вы из-за него подссорились? Да нет, вовсе не из-за него. Я с ним чуть было не подралась из-за того, что он послушивал, когда я говорила по телефону. Только ты этого не говори. Скажешь, убью тебя. Что ты? Как я могу ему сказать? Могила. Когда у вас свидание? Сегодня днем. Я так этого жду. Какие парни еще есть? Тебе не отдам. Он такой красивый. Да. Красивый. Я тебя убью, убью. Синьора Элена сегодня стала в очень плохом настроении. За завтраком я ей поставила сок из грейпфрута. А она на меня накричала. Пойди, знай, что ей захотелось апельсиновый. На этой неделе годовщина смерти синьора Мерседес. Это цветы для нее. Я всегда ставлю у портрета. А при чем здесь цветы? В эти дни синьора Элена всегда раздражена. И почему? Ну скажите, почему? Если скажу, стены содрогнутся. Я готова их подпереть. Так что там происходит, расскажите. Ты бы лучше почистила серебро. Всегда вы меня подначиваете. А ты не лезь в чужие дела. А вы, наверное, столько знаете, потому что лезли. Ты обнаглела. Я много лет работаю здесь и ничего подобного себе не позволяла. Никогда. Очень жаль. Я так люблю посплетничать. А синьоре Элене есть о чем. Осторожно, Диего. Ты меня обрызгал. Извини. Тебе я все прощаю. Что это с тобой? Что у тебя с лицом? Да ничего, ничего. Просто упал. Скорее тебя уронили. И кто же? Это дурочка Сабрина? Нет. Нет. Значит, ты с кем-то подрался. Давай не будем об этом. Подрался из-за девчонки. Хватит об этом, Элена. Хватит. А что я такого сказала? Я просто о тебе забочусь. Вот и все. Это только начало. Ну и что? Боишься, чем закончится? Элена, ты живешь с моим отцом. Ну, я же не твоя мать. Ну, давай, рассказывай. Да нет, не стану я ничего говорить. Вот это мне в тебе нравится. Твоя сдержанность. Ты настоящий мужчина, Диего. Куда ты? Я ведь ничего такого не сказала. Поэтому и ухожу, чтобы не сказала. Мне нравится, когда ты злишься. Дарьево. Дарьево. Что ты здесь делаешь? Синьор Руфьян, я искал кое-какие контракты с этой нефтяной компанией. Их не мог найти синьор Дарьево, и я... И ты решил найти их за него? Да нет, нет, дело не в том, что... Да в чем же дело? Что с тобой в последнее время, мой дорогой? Ты стал каким-то странным. Валерия. Это тебя так ударило, Агустин? Да, он... Скотина, я его убью. Успокойся. Главное, что мы вместе. Но он тебя так уделал. Наверное, это в память о семействе Гарсио Мендеса. О худшем из этого семейства. О лучшей из них. О Валерии. На русский язык фильм озвучен компанией Энгст Консалтинг Интернешнл по заказу российского телевидения. Энгст Консалтинг Интернешнл